Добрый день, уважаемые коллеги! Приступаем к работе. Начнусь с ситуации в зоне специальной военной операции. Группировки российских войск продолжают взламывать систему опорных пунктов противника на всей линии воевого соприкосновения. Подразделение ВСУ пытается зацепиться за отдельные рубежи, но под нашим натиском вынуждены бросать свои позиции и отступать. С начала года мы взяли под контроль 547 квадратных километров территории новых регионов страны. За последние две недели российские вооруженные силы освободили населенные пункты Новобахмутовка, Семеновка, Бердачи Донецкой Народной Республики. Соединенные Штаты Америки и их союзники требуют от Украины не допустить развала обороны и любой ценой сдерживать наступление российских войск. В результате ежесуточной потери противника в апреле возросли до тысячи военнослужащих. Всего за этот год они превысили 111 тысяч человек, 21 тысячу единиц вооружений и военной техники. Для восполнения Левских резервов киевский режим зазначает мобилизацию. Украинцев, не желающих воевать, принудительно отправляют на передовую, по сути их по-прежнему бросают на убой. Такое бечеловечное отношение к своему населению свидетельствует о стремлении украинских властей выслужиться перед западными хозяевами, чтобы и дальше получать от них финансовую и военную помощь. Вооруженные силы России продолжат освобождать от неонацистов российские территории. Несколько слов о подготовке к военным парадам, посвященном 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Они пройдут в 7 городах-героях и 18 городах, где размещены штабы военных округов, флотов и общевойсковых армий. В 314 населенных пунктах организуют торжественные мероприятия с учаевствием войск-гарнизонов. Всего в празднование Дня Победы будет задействовано около 150 тысяч человек и 2,5 тысяч образцов вооружения и военной техники. В главном военном параде на Красной площади примут участие более 9 тысяч человек и 70 единиц техники. В состав пешей колонны включены полки, батальоны и роты по видам и родам войск, расчеты от суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училища, юнормейцев, женщин-военнослужащих, казаков и сводный военный оркестр. Также по Красной площади пройдут участники специальной военной операции. Завершится парад пролетом авиационных групп «Русские Витязи» и «Стрижи». Генеральная репетиция состоится 5 мая. В рамках празднования Дня Победы на Поклонной горе организована выставка трофейного вооружения и военной техники, захваченной в ходе специальной военной операции. Среди них американские абрамсы и брэдли, немецкие леопарды и мардер и другие зарубежные образцы, в том числе производства в Великобритании, Чехии, Франции и Финляндии. Экспозиция вызвала большой интерес, только за первый день ее посетило свыше 83 тысяч человек. Выставка продлится до конца мая. Далее на совещании рассмотрим ход вопросов повседневной деятельности, в частности, подведем итоги отопительного периода на объектах Министерства обороны. На всей территории страны, за исключением северных регионов, он завершен. Несмотря на аномально низкие температуры в центральной и западных частях России, обильные снегопады и весеннее половодие, очередной сезон прошел штатно. Работы по ремонту фондов, технического обслуживания оборудований, испытания инженерных сетей ведутся в плановом порядке. Также сегодня обсудим состояние береговых радиотехнических постов, которые в настоящее время активно используются для обнаружения объектов противника. За время специальной военной операции, под данным от береговых радиотехнических средств Черноморского флота, уничтожены более 80 беспилотных летательных аппаратов и 20 безэкипажных катеров вооруженных сил Украины. С целью повышения результативности работы особое внимание уделяется модернизации инфраструктуры береговых радиотехнических постов. На Курильских островах в зоне ответственности Тикянского флота создаются посты наблюдения. В Арктике ведется реконструкция двух военных городков береговой системы наблюдения Северного флота. На совещании заслушаем, как осуществляется строительство и эксплуатация зданий и сооружений береговых радиотехнических постов военно-морского флота. Продолжение следует...